Привет, друзья! У меня на канале уже без малого полсотни обзоров различных автомобильных видеорегистраторов от китайских брендов. И вот сегодня на обзоре будет автомобильный видеорегистратор от отечественного бренда TrendVision. Это компактный безэкранный автомобильный видеорегистратор TrendVision Bullet. Регистратор интересен в первую очередь своим компактным размером, отчасти благодаря отсутствию экрана. Это в свою очередь позволяет установить его, например, вплотную под зеркало заднего вида. То есть он не будет мешать обзору или даже установить его на заднем стекле автомобиля для фиксации дорожной обстановки позади транспортного средства. Также можно отметить хорошее качество съемки, в первую очередь благодаря сенсору от Sony. Сенсор Sony IMX323 на 2 мегапикселя, позволяющий писать видео в разрешении Full HD, а также объектив с широким углом обзора в 160 градусов. Карты памяти поддерживаются объемом до 128 гигабайт, а просмотр и скачивание записей производится со смартфона по Wi-Fi. Регистратор не имеет встроенного литиевого аккумулятора, который очень не любит жару или мороз. А вместо этого используется современное решение в виде суперконденсатора, который не боится высоких и низких температур, а еще имеет в десятки раз большее количество циклов заряд-разрядов. И немаловажным является факт наличия мощного магнитного крепления, позволяющего быстро снимать и устанавливать регистратор на стекло. Эта функция пригодится, например, любителям убирать регистратор домой на ночь. Ну а главное, это гарантия, техподдержка и сервисное обслуживание. Поскольку бренд отечественный, компания находится на территории Российской Федерации, то и решение возникших вопросов будет намного проще и быстрее, чем с китайскими производителями. В общем, регистратор довольно интересный, давайте смотреть. Что касается заказа регистратора, то можно заказать его как на официальном сайте производителя и на торговых площадках, таких, например, как Озон, Алиэкспресс и других. Все ссылки для вас будут, как обычно, под этим видео в описании. Поставляется регистратор в красивой картонной коробке и что сразу же бросается в глаза, так это то, что вся информация представлена на русском языке. На оборотной стороне представлены все основные технические характеристики устройства. Можете нажать на паузу и ознакомиться с ними поподробнее. А также есть QR-код для активации гарантии. Это, к слову, о том, о чем говорил ранее. Что касается комплектации. Тут мы видим гарантийный талон, контакты производителя для решения вопросов и инструкция пользователя в картинках и, естественно, на русском языке. Далее видим сам регистратор, надежно упакованный в поролон. Регистратор легкий, компактный, имеет софт-тач покрытие корпуса. Выполнен из хороших материалов и добротно собран. Первые впечатления очень положительные, но к нему мы еще вернемся. Далее по комплекту видим зарядное устройство в прикуриватель. Зарядник имеет USB-выход для зарядки других гаджетов. Удобно. А также есть USB-кабель для подключения регистратора к компьютеру. Итак, возвращаемся к регистратору. Как уже говорил, объектив тут с углом обзора в 160 градусов. Под картором расположен сенсор Sony IMX323 с разрешением записи в 2 мегапикселя, то есть Full HD 1920 на 1080 точек. С левого торца корпуса расположилась кнопка записи экстренного видео, ей же можно включить-выключить Wi-Fi точку доступа. На противоположной стороне расположены кнопка сброса параметров, мини-USB-порт питания и синхронизации с компьютером и слот для microSD-карт памяти до 128 ГБ. На тыльной стороне только два светодиодных индикатора состояния записи и Wi-Fi точки доступа. На верхней части корпуса расположено магнитное крепление. За надежность фиксации регистратора на стекле точно можно не переживать. Магниты очень мощные, ни при каких условиях регистратор не упадет. Он даже снимается с заметным усилием. Что-что, окрепление тут действительно надежное, но при этом быстросъемное, что удобно. А еще корпус регистратора имеет возможность изменения угла наклона аж на 360 градусов. Во-первых, это позволит настроить наклон регистратора на стекле с любым углом наклона. А во-вторых, регистратор можно направить как вперед по ходу движения авто, так и в салон. Например, для съемки спорной ситуации с пассажирами. Практично. Итак, устанавливаем карту памяти и подаем питание на регистратор. И сразу же слышим голосовое уведомление на русском языке. Тут все уведомления только на русском. Также видим работу диодной индикации. Для дальнейшей работы нужно убедиться, что Wi-Fi активирован. Если нет, нужно активировать кнопкой. Далее, для подключения к регистратору по Wi-Fi устанавливаем на смартфон приложение TrendVision. После идем в настройки смартфона, ищем Wi-Fi сеть регистратора, она так и называется TrendVision. Указываем пароль от нее, по умолчанию он от 1 до 0 и подключаемся. После этого запускаем приложение TrendVision на смартфоне и просто нажимаем кнопку подключить. Все. Регистратор подключен. Можно пользоваться. Трансляция идет. Все видно. Все работает. Все хорошо. Итак, на главном экране приложения можно принудительно включить-выключить запись видео. Можно зайти в галерею записанных фото и видеоматериалов на карте памяти регистратора для их просмотра, ну и конечно же для скачивания их в память смартфона. Настроек тут немного, но все необходимое есть. Так, тут можно выбрать разрешение видеозаписи 720 или 1080 точек. Поскольку регистратор пишет циклично, можно выбрать длительность записываемых файлов. Одну, три или пять минут. Можно включить или выключить отображение штампа даты и времени на видеозаписях. Можно включить-выключить запись звука, а также голосовые подсказки. Также можно изменить название точки доступа регистратора и пароль от нее, то есть вместо стандартного создать свой. Можно выбрать частоту бытовой электросети для подавления мерцания на видео в ночное время суток при искусственном освещении, а также можно указать объем памяти в процентах для хранения экстренных видеозаписей. Можно выбрать чувствительность датчика удара, изменить формат даты и времени, отформатировать карту памяти, синхронизировать системное время, сбросить настройки и посмотреть версию программного обеспечения. В общем, приложение крайне простенькое, но все необходимое есть. Да и как показывает практика, приложение нужно только в первый день, чтобы один раз настроить регистратор и периодически для скачивания видеозаписей при необходимости. В остальное же время регистратор просто висит и просто снимает происходящее. А вот так собственно снимает регистратор. Сразу бросается в глаза действительно широкий угол обзора объектива. Регистратор видит действительно широко. Это не может не радовать. Чем больше попадает объектов в кадр, тем лучше. Меньше шансов, что что-то не будет зафиксировано. Также сразу видно, что разрешение тут самое что ни на есть в Full HD, как и заявляет производитель. Это конечно не 4К, но честный Full HD. Причем хорошего качества. Все же сенсор Sony дает о себе знать. Детализация в норме. Динамический диапазон тоже. Даже в яркую солнечную погоду нет каких-то сильных засветов и пересветов. А также черноты в тенях. Картинка ровная, так сказать без перекосов. В общем нормальная картинка как для Full HD. Что же касается читаемости номеров, то дистанция полностью соответствует показателям для Full HD картинки. То есть читаться они начинают примерно на дистанции 15 метров. Это нормальные показатели для такого разрешения. Также по картинке видно, что нет артефактов или замыливания однотонных участков кадров. А также не сыпятся участки с обилием мелких объектов. А это говорит о довольно высоком битрейте. Но это хороший признак. И давайте посмотрим на метаданные видеозаписи с регистратора. И действительно как видим битрейт тут действительно высокий. Более 12 мегабит в секунду. Как для Full HD регистратора это довольно много. Что хорошо. Обычные производители ставят битрейт ниже. Либо процессоры слабее, либо еще что-то. Тут же видимо процессор хороший. Такой битрейт тянет. Что на выходе мы и видим. Также в метаданах видим, что разрешение тут действительно Full HD как заявлялось. 1920 на 1080 точек. Фреймрейт 30 кадров в секунду. Кодекс сжатия тут H264. Хотелось бы видеть 265, но имеем, что имеем. Да и с Full HD разрешением это не принципиально. Меня часто спрашивают, сколько по времени видео поместится на ту или иную карту памяти. Но давайте посмотрим. У данного регистратора пятиминутный ролик занимает 446 мегабайт. То есть одна минута такого видео займет 82,2 мегабайта. Соответственно 1 час такой записи будет занимать 5 и 3 гигабайта. Таким образом на максимально допустимую карту памяти для этого регистратора 128 гигабайт поместится ровно сутки непрерывной записи. То есть 24 часа. 24 часа непрерывной записи нон-стоп. Неплохо. Кстати при загрузке видео YouTube пережимает ролик и качество заметно снижается. Чтобы оценить первозданное качество видеозаписи этого регистратора, под видео я оставлю для вас ссылку на облако, где вы сможете скачать оригинальные файлы и оценить их в первозданном виде. В общем ссылка под видео. Скачайте, смотрите, оценивайте. А вот так регистратор снимает ночью. Картинку бы хотелось немножко посветлее, но не критично. Видно все. И разметку, и знаки, обочину, и периферию. Обычное качество для Full HD регистратора. Но вот что бросилось в глаза при ночной съемке это отсутствие шумов на видео. Обычно когда матрица простенькая, картинка шумная. Тут же шумов нет. Картинка прям чистая, ровная. Опять же благодаря сенсору от Sony. Что же касается читаемости номеров ночью, то дистанция примерно такая же как и днем. Порядка 15 метров. Что очень хорошо. Как видим номера читаются хорошо. Без засветов. Вроде все в порядке. Но это только на первый взгляд. Номера читаются хорошо до тех пор, пока на них не попадет свет фар. Данная особенность встречается повсеместно среди регистраторов не топового сегмента. В остальном же обычная нормальная картинка, как для Full HD видеорегистратора. Не прибавить, не убавить. В общем, вот такой вот он регистратор TrendVision Bullet от отечественного бренда. Компактные размеры, сенсор от Sony, магнитное быстросъемное крепление, суперконденсатор и Wi-Fi модуль. Весь необходимый набор в компактном корпусе. Все на русском и приложение и уведомление, и даже инструкция. А главное официальная гарантия и сервисное обслуживание от производителя. Для многих это является основополагающим фактором. В общем, ссылка на этот регистратор будет для вас под этим видео в описании. Там же ссылка на оригиналы записей. Переходите, смотрите, рекомендую, будет интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok